В преддверии наступающих выходных, наступающего праздника 1 мая, хотел бы поговорить о таком, скажем так, феномене, как советская архитектура и о памятнике этой архитектуры. Мы сразу отсекаем поздний советский модернизм, так как установленный законом срок 40 лет для него еще не наступил. Таким образом, мы говорим в основном о архитектуре сталинского времени. И эта архитектура, несмотря на то, что время было непростое, даже, я бы сказал, тяжелое, она совершенно этому времени как бы не соответствует. То есть, известные политические проблемы, война и все остальное, и в это же время совершенно позитивная архитектура, нацелена на человека, она богатая, она интересная. Причем, это можно сказать о каждом из двух пластов этой архитектуры. Это и архитектурный авангард, это то, чему нет аналогов нигде в мире, и в чем именно Советский Союз был первым. То есть, не мы ездили учиться на Запад, а Запад ездил учиться к нам. Здесь можно назвать такие вот знаковые выдающиеся объекты. Это, например, типография Лисицкого в Самотечных переулках. Это и, безусловно, наследие Константина Мельникова. Это и здание Моисея Гейнсборга. То есть, вроде как, называем много, а на самом деле это единичные постройки. У Мельникова это несколько клубов. Наркомфин, находящийся в очень сложном состоянии. Именно из-за качества строительства. Вот мне довелось походить по этому зданию, скажем так, с инженерами. И вот говоришь, вот этот, например, материал тогда назывался соломит. Это, например, так и не стоит влечить. Это бетон, перемешанный с соломой, с камышом, с травой. Так, вроде, достаточно неплохой, но прочность понятна никакая. Несмотря на такой вот директивный, скажем так, переход от конструктивизма и связанных с ним течений к неоклассике, вот эта вот позитивная направленность архитектуры, она сохранилась. В первую очередь, конечно, это здание и сооружение, ну, тогда это называлось ВСХВ, Всероссийская сельскохозяйственная выставка. Ныне мы знаем ее как ФДНК или как ВВЦ, совсем новое название. В конце прошлого лета горел павильон ветеринарии, к сожалению, у его восстановления речи не идет до сих пор. Сюда же, к такой же направленности, можно отнести и другие эксперименты, вот именно с формой зданий, с их отделкой. Это и Северный речной вокзал, который тоже, кстати, находится в аварийном состоянии, который закрыт уже достаточно давно для посетителей. Его форма, в первую очередь, ассоциируется с кораблем. То есть, это вот такой вот огромный многопалубный лайнер, стоящий на берегу водохранилища, еще и увенчанный шпилем, который так можно с некоторой натяжкой считать мачтой. Также можно говорить и о спортивных объектах, если вернуться к эпохе конструктивизма. Это стадион Динамо, с которым вообще очень тяжелая ситуация. Если идти дальше по советской архитектуре, следующий, как бы, такой существенный рубеж – это Великая Отечественная война, и после нее развивается вот эта вот тема Победы. Ну, здесь, как бы, достаточно много зданий. Можно приводить в примеры этой и Сталинской высотки, этой здании детского мира, центрального детского мира на Лубянской площади. И отдельный момент Сталинской архитектуры – это метро. То есть, вот это вот лучшее в мире метро, то самое, которое тоже менялось, которое тоже преобразовало в зависимости от линии, скажем так, партии, от ситуации в стране. Начиная с 2005 года сталкиваемся с так называемыми реставрациями, в том числе и станцией, являющихся памятниками истории и культуры, а по существу с реконструкциями, прямо запрещенными законом. Бронза, уходит дерево, уходят вот эти вот сложные архитектурные формы, и появляется, ну, нечто такое, что прежде всего ассоциируется с стандартным евроремонтным офисом. Мы отвечаем за эти памятники. Именно мы обязаны их сохранить для того, чтобы передать это наследие дальше нашим детям, внукам, правнукам и так далее. Потому что, если мы этого не сделаем, то лет, этак, через 50-70, мало ли вдруг будет считать, что энергозаберегающие лампы и стеклопакеты действительно были в сталинское время. Или, например, изучать древнюю русскую архитектуру мы будем, ну, может быть, по измаиловскому Кремлю. Вот, честно говоря, этого не хотелось бы.